К новым питомцам в заводском приюте для животных с недавнего времени утроенное внимание. В области резко увеличилось число случаев бешенства диких животных. Лисы нередко забегают на территорию приюта из расположенного неподалеку леса, создавая угрозу не только собакам, но и человеку. Обычно животные, которые поддержаны бешенству, они начинают выходить к людям. Они требуют повышенного внимания, либо наоборот у них какая-то агрессия проявляется. Слюноотделение у них идет, они начинают боязнь света, какие-то звуки издавать начинают. В этом году количество случаев бешенства в области увеличилось в пять раз. В лидерах Пашихонский район. Там зафиксировано пять случаев. Вирусом поражены лисы и янтовидные собаки. В Ярославском районе бешенство было обнаружено у домашнего животного. Некоторые деревни в регионе могут оказаться на карантине. Ситуация в настоящее время неблагоприятная. По бешенству поручено Департаменту ветеринарной Рославской области и Управлению Россельхознадзора разработать предложение по борьбе и профилактике с бешенством. Переносчиками бешенства являются не только сами дикие животные, но и мыши, которыми питаются лисы и янтовидные собаки. Парадокс. За последний год численность этих животных в области сократилась почти вдвое. Однако бешеных среди них прибавилось. Этот факт специалисты объясняют просто. В 2013, 2012, 2011 годы по всей области вакцинировали лисиц и янтовидных собак. То есть выкладывали брикеты с вакциной. Но 2014 год был провальный. Эту вакцину закупить не смогли ввиду отсутствия финансов. Тысяча доз вакцины обходится в 40 тысяч рублей. За три года в лесах Ярославской области было разложено 2,5 миллиона вакционных приманок. В декабре прошлого года в область привезли 150 тысяч доз оральной вакцины. Для этого губернатору пришлось писать запрос в Минсельхоз. Однако проблемы все равно возникнут. Дело в том, что вот эта вакцина, которая оральная, разбрасывается, в принципе нельзя делать перерывов в иммунизации животных. Таких, как мы сделали в этом году. Чтобы добиться эффекта, это как минимум 6 лет подряд надо ее раскладывать. Как говорят ученые. И разработчики этой вакцины. В организм человека вирус бешенства попадает со слюной зараженного животного. Он парализует центральную нервную систему. Случаев заражения людей бешенством на территории региона в последние годы зафиксировано не было. Георгий Ковчин, Георгий Иванов, Олег Лушников. День в событиях. Георгий Ковчин.